Всем привет! Это мисс Талита, которая хайпует. И сегодня я наконец-то снимаю видео, которое вы меня просили уже очень-очень долгое время, а именно видео про приложение Notion. Об этом приложении я вам уже рассказывала, наверное, на протяжении года. То, что оно очень помогает мне с моей продуктивностью, помогает мне планировать жизнь. И реально, это очень-очень классная программа, в которой вы можете всё классно распранировать, написать свои цели, всё разделить по полочкам и вести, соответственно, каждый день, выписывать что-то туда. Что касается меня, то у меня есть мой собственный Notion, у меня есть главная страница, которую сегодня я как раз-то вам покажу, сделаю такой, знаете, мини-тур по моему Notion. Но хочу сказать то, что я нерегулярный пользователь этого приложения. Иногда я могу в него заходить, иногда нет, иногда забываю, иногда мне лень. Но по итогу могу сказать то, что оно реально очень-очень классное. И если вы хотите взять свою жизнь в руки, всё планировать, то тогда это приложение точно для вас, ссылочку на него оставлю в описании. Ну и да, сегодня я вам покажу, как выглядит мой Notion, что у меня здесь находится, и давайте уже поскорее начинать. Ну что, ребята, в принципе, вот так вот тут выглядит моя главная и единственная страница в Notion. Называется она My Workspace, мой рабочий стол. Здесь у меня всё в таком, знаете, зелёно-фиолетовом стиле, потому что мне очень нравится эта комбинация. Здесь у меня есть разные секции. Первое это Navigation, дальше Goals for July, MISC, My Life и Weekly to do. Как вы, кстати, уже, наверное, скорее всего, заметили, у меня здесь всё расписано по-английски, потому что мне гораздо удобнее писать на английский, так как английский, это, можно сказать, мой первый язык, я его знаю даже лучше, наверное, чем русский. И плюс у меня на моей плавиатуре у компьютера нет русского языка, соответственно, мне гораздо удобнее писать на английском, и как бы, ну, легко просто почему бы не написать на английском, да. И, в принципе, как бы давайте уже приступать к туру. Начну я с Navigation, навигации. Здесь у меня такие, знаете, дополнительные странички. Первое это Content Plan. Нажимаем на него, и нас автоматически переносит на новую страницу. Content Plan, мне кажется, всем понятно, что это значит. Да, это место, где я прописываю свои идеи, что мне нужно заснять. У меня здесь, во-первых, есть мои ссылки на канал, Инстаграм, ТикТок, Пинтерест, Твиттер, также календарь, в котором я могу просто нажать, например, на плюсик, вот, и написать видео, которое мне нужно снять в этот день. Например, пишем Notion, Notion Second Channel. Ставим дату, которая у нас с вами должна быть, например, 29 июня, и сохраняем все. Также здесь я могу написать свои идеи для видео. Внизу у меня разные проекты прописаны, и музыка, которую я могу использовать для своих видео. Ну, как бы вы, в принципе, понимаете, да? Это у меня такая страница именно для Ютуба и для контента. Возвращаемся обратно на мой Workspace, и дальше заходим в календарь. Честно, этой страницей я пользуюсь реже всего, потому что в ней у меня нету нужды. Во-первых, потому что я выписываю все свои, знаете, какие-то важные даты у себя в телефоне, так как это проще и быстрее. А во-вторых, как бы нету у меня каких-то, знаете, прям особенных сейчас дат, которые я могу выписать, и типа, вот, нужно подготовиться. Так что сильно не пользуюсь этим. Но как бы тут, в принципе, сильно не объяснять не надо. Просто выписала задачу, которую мне нужно сделать, например, Work, да? Написала дату, July 8, и сохранилась. Да, возвращаемся. Следующий у меня Habit Tracker. Это привычки, соответственно. Это для тех, кому лень печатать и, знаете, ставить галочки в реальной жизни, в дневнике. Лично мне в дневнике гораздо удобнее, но я решила сделать эту страницу, так как она смотрится эстетично и, как бы, иногда, ну, знаешь, зашел, поставил себе там галочку, поднял себе настроение. Но, да, как бы это уже, знаете, на любителя. Следующая страница называется Journal. Кто не знает, что такое Journal, это когда вы выписываете свои мысли, ставите итоги месяца. Например, у меня здесь июнь 22, и я могу здесь написать, что я почувствовала за этот месяц, с какими сложностями я сталкивалась, что у меня происходило. За июнь я пока не писала, так как июнь еще не закончился, но, как бы, это, знаете, такая красивая атмосфера, красивое место, в котором вы можете выписать свои мысли и потом в будущем сюда прийти и прочитать их, да. А еще мне очень нравится, как она сделана, тоже в таком, знаете, зеленом стиле. Мне вообще нравится в Notion то, что вы можете как угодно все дизайнить, красиво оформлять, и это будет вам поднимать настроение, давать вам мотивацию, и вы станете продуктивными. Следующая страница называется Brain Damp, что в переводе просто, как бы, мусор ваших идей. Что пришло в голову, можно сюда записать. Например, если у меня появилась какая-то идея для видео, я ее сюда быстренько записала. Знаете, это когда не распланировано, просто вот можно что-то такое сделать, но это еще не точно. Знаете, буду ли я это снимать, это или нет, ставить ли это мне в контент-план. Но появилась вот такая вот идея, и, возможно, я ее в будущем сниму. Ну и последнее, это Monthly Reflection. Это что-то типа Journaling. Только здесь вы уже в конце месяца подводите итоги именно по категориям. То есть, например, напиши одним словом этот месяц. Самые классные моменты этого месяца. Чему тебя научил этот месяц? Какие ошибки у тебя были? Также подведи итоги прошлого месяца. Что изменилось? То есть, тут вы прям отвечаете на вопросы. А если в Journal вы просто выписываете свои мысли, то здесь все по категориям и прям точно. Да. С навигацией мы с вами закончили. Переходим к следующей. Следующей у меня Goals for July. Мои цели. Здесь я обычно выписываю свои цели на месяц. Как вы видите, сейчас у меня их здесь нету, потому что я еще точно не знаю, как я хочу свой июль провести, так как июнь у меня прошел достаточно скучно. Я пыталась похудеть. Похудеть мне пока не получается. Надеюсь, в июле прям возьмусь-возьмусь за это дело. Также еще нужно кучу видео на канал снять. Там, знаете, подписчики какие-нибудь поставят себе цели. Ну, в общем, пока я это не прописывала, но обычно в этой части у меня идут такие самые главные цели на месяц. Переходим немного ниже, и дальше у нас категория MIFC. Что это такое? Я не знаю. Я нашла в интернете, я это решила скачать. В общем, это разные символы, эмоджи, эстетики, и в общем, да, очень-очень много вариантов того, что вы можете просто скопировать, и потом ставить тебе в текст. Там, знаете, типа какие-нибудь вот прикольненькие личики, разные там смайли фейсис, красивые, прикольные, эстетичные эмоджи, которых нету на телефоне. В общем, прикольная штука. Ни разу, конечно, ею не пользовалась, но интересная вещь, интересная, да. Таких разных символов вы не найдете на телефоне. Следующая категория называется My Life, моя жизнь. Я вам ее, кстати, уже показывала в видео, где мы с вами готовились к 2022 году. И, в общем, здесь мои цели на 2022 год, прям, знаете, такие глобальные. Наверху у меня моя карта желаний, которую я сама сделала просто. До сих пор считаю то, что она получилась очень-очень классно, очень прикольно, просто я не могу шикарно смотреться. и внизу дальше у меня, соответственно, цели на этот год. Нужно, кстати, будет к ним вернуться, потому что уже прошло полгода, а я не очень много всего из своих, знаете, целей сделала, так что нужно будет постепенно, да, возвращаться, и как бы, в принципе, вот они мои цели, да. Мне очень сильно, кстати, нравится, как я все оформила, с вот этими вот прикольными картинками, но вот прям мне очень сильно нравится. А внизу у меня, кстати, снова reflections, типа вопросы по 2022 году, по 2021, что я жду от этого года, что было хорошего в прошлом году. В общем, да, такие, знаете, мои мысли. И последнее на моем workspace, это weeklys to do. Мои планы, соответственно, на неделю. Здесь я прописываю, так, знаете, не в детально просто вещи, которые мне точно нужно сделать, то есть, например, там, в понедельник мне нужно сдать вот эту вот домашку, соответственно, в субботу и воскресенье мне нужно ее сделать. Или в среду у меня съемка, соответственно, я должна быть к ней готова. Или в четверг выходит новое видео, нужно проверить, готово ли оно. Ну, в общем, здесь такие, знаете, недеталиризованные цели, недетализованные планы, которые мне нужно сделать. В деталях я уже все прописываю за день до, соответственно, самого дня, и что мне нужно, получается, там сделать. А внизу у меня вот такие вот прикольные картиночки. Ну, в принципе, вот такой вот у меня Notion, ребята, да. Как я уже сказала, я достаточно в последнее время редко сюда захожу, но вы все очень сильно просили это видео, так что вот, надеюсь, то, что оно вам понравилось. Еще раз говорю, то, то, что мой шаблон я вам оставлю в описании, также ссылку на приложение тоже оставлю. Оно, сразу говорю, бесплатное, просто скачиваете его себе на компьютер, также можно его скачать себе на телефоне. И это не реклама, приложение реально классное. Да, всем советую. Очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну и я вас люблю. До скорей встречи. И всем пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok